Доброе утро, дорогие друзья! Я сегодня хочу вам показать, как приготовить сырники, или как я готовлю сырники для своего внука. Ребенок маленький, творожные продукты надо давать, потому что ребенок растет, и ему надо постоянно добавлять кальций в организм, точно так же, как и нам всем надо кальций. Поскольку сырники разнообразны, можно сделать разнообразный продукт, поэтому я решила сделать так, добавить туда и морковь, и тыкву, и немножечко свеклы, но так, чтобы ребенку это было интересно кушать, это будет и полезно, и интересно. Берем 100 грамм творога, добавляю туда щепотку соли, соль дается для вкуса, и десертную ложку сахара. Все это разминаем. Сюда же я добавлю морковь, которую потру на вот такой терочке. Можно, конечно, брать и комбайн, но мне больше нравится такая терочка. И раньше, когда еще меньшим был ребенок, я старалась, и мой ребенок, когда рос моя дочь, я старалась брать не металлическую терку, а терочку пластмассовую. То есть, так как я читала раньше, что пластмасс, металл съедает, убивает витамины. Но сейчас, сейчас пользуюсь такой терочкой. Значит, добавляем сюда 50 грамм моркови. Дальше сюда же пойдет у нас свеклы, где-то грамм 5, не больше. Опять точно так же. У меня маленькая свекла маленькая. И я вот половинку с нее. Свеклы у вас получится вот такая, друзья, чайная ложка. И далее я добавлю тыкву. Очень тыква. Тыква, мы знаем, очень полезна. В ней очень много витаминов и микроэлементов. В тыкве много клетчатки, что благоприятно работает над кишечником. Поэтому для ребенка, в принципе, для всех тыква очень полезна. Но для ребенка, у которого только учится работать в кишечнике, это тоже считается незаменимым продуктом. Но в связи с тем, что тыква имеет неприятный запах, ну, скажем, не неприятный, а такой вот довольно интересный запах. Поэтому дети пока... Дети его не любят. Пока Никита наш был маленький, он прекрасно кушал тыкву. Пока ему еще даже не было двух лет, он наоборот, вот когда мы давали овощные всякие смеси, да, вот тыква, ему нравилась. Мы выбирали в первую очередь, я выбирала, когда кормила, я выбирала в первую очередь тыкву, ему давала, ему очень нравилось. Сейчас же наоборот, ребенок повзрослел, и вот этот своеобразный запах тыквы ему не нравится. Поэтому я стараюсь, а вот сырники он любит, любит. Поэтому я стараюсь, когда делаю сырники, брать туда и морковь, которая даст свой такой интересный запах, и неплохой запах. Возьму туда свеклу и беру туда тыкву, и оно все друг друга забьет. Тыкву мы берем вот столько. Есть. все это мы приготовили. И теперь нам надо взять тот ингредиент, который скрипит. Ведь это будут сырники не жареные, это будут сырники на пару. Наготовленные на пару. Поэтому оно должно держаться яйцо. Берем все перемешиваем. перемешиваем. Конечно, хотелось бы и вот если есть натуральный ванильчик, можно немножечко, капельку добавить сюда натурального ванили, ванильного сахара. И берем манную крупу. Манной крупы 50 грамм. И тоже это все перемешиваем. Тщательно перемешиваем. Вот такие сырники мы приготовим. получится такой прекрасный большой сырник. Сама масса должна быть не жидкой. Поэтому я вижу, что 50 грамм у меня не хватит. Это маловато. но манная крупа я еще 10 грамм добавляю. Манная крупа она когда будет готовиться она у нас станет загустеет. вот эта вся масса загустеет. Масса должна быть не жидкой. Она должна потом хорошо лепиться. вот такая подготовленная у нас масса на наши паровые сырнички. Сырнички. Далее берем досточку и выкладываем. вот таким образом у нас получается такие симпатичные сырники. сырники. их надо как бы вколачивать вот как вроде бы в руках мы их прессуем. когда сырник с одной руки перескакивает в другую он как бы уплотняется. Вот оно запрессовывается. Весь секрет приготовления для того чтобы все держалось одной кучки да заключается в том чтобы убрать воздух изнутри. вот поэтому мы его вот так вот прессуем так сказать да запрессовываем и вот такие симпатичные и главное очень витаминные у нас получились сырнички. Я их называю сырники потому что это действительно они с творогом поэтому они называются сырники. Самое главное ребенку они будут вкусные они вот эти сырники вкусные ему это понравится очень вкусно со сметаной точно так же можно их делать с йогуртом я беру йогурт и туда добавляю немножко какого-нибудь фруктового пюре фруктовое пюре тоже делаю самостоятельно друзья поскольку все-таки детки маленькие их рано еще приучать на химию которые в магазине своими руками приготовлено это мы знаем дальше я их буду готовить в пароварке я беру решетку и сюда выкладываю наши сырнички далее наши сырники пойдут в пароварку приготовить мы будем 20 минут и они получатся у нас ребенку будет очень вкусно и замечательно и устанавливаем наша пароварка с водичкой устанавливаем сюда сеточку ставим на функцию пароварка закрываем крышкой ставим на функцию пароварка и на 15 минут на 15 на 15 на 15 на 15 на 15 Продолжение следует...